Вдохновение рождается в тот момент, когда тебе особенно ясно удается почувствовать жизнь. Мария Берестова Все мы любим играть. Правда? Давайте же поиграем прямо сейчас. Игра будет очень интересной и, уверяю вас, увлекательной. Но сначала ответьте мне на один вопрос. Как вы считаете, играют ли взрослые в те же игры, в которые играем мы с вами? И если вы спросите своих мам и пап, они, конечно же, ответят. Ну нет, что ты, конечно, нет. Мы уже слишком повзрослели. Мы выросли, чтобы играть. Однако на самом деле есть вещь, которую они хранят от вас втайне. Только никому об этом не говорите. Открою вам маленький секрет. Это вещь детства. Оно бережно спрятано в старый пыльный сундук и хранится там, как одна из ваших самых любимых игрушек, которую иногда можно достать, прижать к себе и не расставаться с ней во времена, когда очень грустно, страшно или просто мама не приходит. Почему взрослые прячут свое детство? Не знаю. Но того, с кем мы будем играть сегодня, ваши мамы и папы точно знают и очень-очень любят. Потому что тоже были маленькими мальчиками и девочками. Итак, встречайте. Сегодня в лабиринтах Бонифаций. И вот представьте себе, что вы стали взрослым, большим и сильным и работаете в цирке. Поздравляю, ваша мечта сбылась. Вы работаете львом. Да-да, есть такая профессия – быть львом. У вас должна быть пушистая грива, острые клыки и спокойный характер. Потому что лев не может позволить себе быть непоседой. Льву нужно выполнять свою работу. Особенно, если он дружит с директором цирка, а вы дружите с ним очень давно. И он вас совсем не обижает. Только приходит иногда договориться о том, чтобы на сцене вы в нужный момент показали, каким можете быть сердитым, грозным и кровожадным. Ваша жизнь – это череда интересных задач, веселых выступлений. И каждая из них можно превратить в игру. И вы делаете это. А уж кто увлечен большой и интересной игрой, того очень трудно напугать ее сложностью, верно? Ведь в игре нам всегда все по зубам. Покажите. Покажите свои начищенные зубки. Ну, ну, смелее! Мы пробуем столько раз, сколько нужно. Не боимся трудностей и испытаний. И жизнь нашего героя тоже была игрой. Вечерами он смотрел под купол цирка, осторожно выглядывая из-за кулис. И видел отважных канатоходцев, невероятных силачей и прекрасных гимнасток. Подумать только, рассуждал Бонифаций. Все эти люди такие странные. Они играют во взрослых. И получается у них великолепно. Они считают, что они мастера. И любое дело, в котором они хотят достичь успехов, становится им под силу. Люди очень странные. Звери. Им приходится быть кем-то. А мне платят только за то, что я являюсь самим собой. Большой лев с кисточкой на хвосте и пышной шевелюрой. Бонифаций всегда радовался тому, что среди зрителей очень много детей. Девочки и мальчики, которых он восторженно разглядывал во время своих представлений, сперва были напуганы, удивлены страшным львом. Но все всегда кончалось очень хорошо. И Бонифаций провожали дружными аплодисментами и радостным смехом. Вместе с ним часто выступал директор цирка. Он клал голову в пасть дикому зверю, и зрители замирали пораженной храбростью укротителя. И в очередной прогулке по городу Бонифаций заметил, что детей на улице необычно много. Директор цирка объяснил ему, что на дворе лето, и у детей каникулы. Бонифаций знал, что такое лето, но всегда был настолько увлечен работой, что не имел возможности окунуться в это прекрасное цветение трав на великолепных зеленых лугах за городом. Не находил времени, чтобы прогуляться по узким улочкам, изучить причудливые дома, стоявшие рядом с цирком. Не мог позволить себе купание в прекрасной речушке, которая находилась не так далеко отсюда. Бонифаций очень много работал. Он не знал, что такое каникулы. И как подобает самому настоящему другу, директор цирка понял Бонифация. Уже на следующий день наш лев был на некоторое время освобожден от работы и имел полное право на отдых. В его сознании проносились невероятные африканские пейзажи, возможность лежать на солнышке и не думать о заботах, делах и бесконечной работе. Ведь каждому из нас нужны каникулы. То самое время, когда можно абсолютно ничего не делать, путешествовать, встречать друзей, любоваться природой. А взрослые серьезные дяди и тети слишком поздно понимают, что это самое важное время в жизни. А куда бы вы отправились отдыхать? Куда, куда? На море. Конечно же, на море. Но не просто к большой воде, которая вечерами так прекрасна в лучах заката. Нет, мы отправимся туда, где нас кто-то ждет. Поэтому прямо сейчас пакуем чемоданы и вперед к бабушке. Туда, где можно перестать быть серьезным и взрослым. Где можно просто забыть обо всем и гоняться за своим хвостом, пугать бабочек и смотреть, как бабушка в своем кресле-качалке вяжет спицами. И она очень соскучилась по вам и ждет вас в гости. Обязательно навестите свою бабушку этим летом. Она будет вам очень-очень рада. И вот пароход уже везет вас через Седой океан на теплые песчаные берега. Туда, где не видно линии горизонта между небом и океаном. Где можно перестать играть роль циркового льва. Где можно вообще перестать играть и просто наслаждаться жизнью. Однако, каждый взрослый лев рано или поздно понимает, что есть такие вещи, от которых невозможно отказаться. Они увлекают и превращают жизнь в прекрасный праздник. Если вы приложите руку к своей груди... Да-да, сделайте это прямо сейчас. Вы обязательно почувствуете биение вашего сердца. Это биение очень тесно связано с вдохновением. И если вы задумаете свернуть со своего пути, отказаться от своей мечты, то сердце ваше не будет биться так восторженно. Из прекрасного волшебного моторчика, который помогает вам делать жизнь людей, лучше оно превратится в унылую скрипучую запчасть. А вы будете все меньше радоваться и улыбаться. И в определенный момент можете даже разучиться любить, любить друзей, любить папу и маму, любить бабушку, которой прямо сейчас вы уже готовы были побежать без оглядки, по воде, по облакам. И вот он, этот маленький домик. Теплое солнце. Лето. Запах свежей травы. Чувствуете? Блестящие капельки росы. Старый покосившийся домик, где живет детство каждого из нас. И крынка молока на окне, и сонный паук в углу окна, и большой глухой лес неподалеку от вашего домика детства. А как вы думаете, с чего начинает отпуск лев? Конечно же, с прогулки по своим владениям. И с одной маленькой мечты. Маленькой, очень простой мечты. Поймать рыбку, которая живет в самом глубоком и красивом озере. Для этого потребуется сачок и небольшое ведерко. А также усердие и терпение. И когда вы шагаете по тропинке до заветного озерца, вы только и успеваете любоваться деревьями, пальмами, птичками, пробегающими вокруг вас удивительными животными, кактусами. Но впереди замечаете девочку. Она испуганно смотрит на вас. Вы смотрите на нее и вспоминаете всех этих детей, которые радовались вашим цирковым трюкам, прыжкам и удивительной сообразительности. Однако, заметив вас, большого льва в матроске, подаренной вам бабушкой, девочка начинает плакать. Это нормально. Дети боятся львов, потому что многие из них очень страшные и могут обидеть. Но вы необычный лев, и вас не обязательно держать за решеткой, чтобы вы кого-нибудь не съели. И становится понятно, что вы не можете оставить испуганного ребенка здесь одного. В пустыне. На земле вы находите маленькие цветные камешки, в которые только что играла девочка. И вот они ложатся в ваши большие лохматые лапы и взмывают воздух. Так ловко и весело, что только что плакавший ребенок уже заинтересованно подносит палец к рту. И вы понимаете, что она никогда не видела ничего подобного. Она никогда не была в цирке. Не видела веселых клоунов, акробатов, гимнасток, дрессировщиков. У нее вечные каникулы, но в них так мало радости. И вот слезы девочки уже сменяются на смех. Ведь не может быть плохим тот, кто умеет так здорово жонглировать. Верно? Это очень счастливый ребенок. У него впереди много хорошего, думаете вы. Веселье переполняет воздух. Вы уже подаете девочке ее невероятные цветные камешки. Из вашей большой мохнатой лапы она хватает их своей тоненькой ручкой и убегает. И снова вы шагаете вперед по дороге, в надежде хорошенько отдохнуть и, конечно, конечно, поймать рыбку. Но... Вот перед вами стоят уже двое. Двое малышей. Снова эта девочка и маленький, еще меньше, ее братик, который смотрит на чужого взрослого льва с интересом, удивлением и одновременно с подозрением. Девочка же приветствует вас просто и без затей. Ня! Она протягивает вам камешки. И вы понимаете, что должны играть в это. Зрители ждут. Они ждут точно так же, как те дети под большим, веселым и разноцветным куполом цирка, который шпилем своим устремился в небо. Этим зрителям не о чем платить. И они никогда не видели добрых львов. Но камешки снова подлетают в воздух. Белый, черный, красный и зеленый, самый большой из всех. Вместо того, чтобы задавать глупые вопросы детям, вы просто жонглируете и видите улыбки на их лицах. А что еще нужно вам от жизни? Просто чье-то внимание, чья-то радость, понимание, что ваша работа кому-то нужна и приносит удовольствие. Даже если это два маленьких ребенка, а вы простой лев-циркач посреди огромного африканского континента. И вот вы протягиваете девочке сжатую в кулак ладонь, и она готова забрать свои камешки обратно, но их там нет. А в другой ладошке они, конечно же, будут. И слегка удивленные дети снова убегают от вас, а вы идете дальше и дальше, все приближаясь и приближаясь к цели своего отдыха. Вот оно, кристально чистое озеро, рядом с которым можно так здорово отдохнуть. Вы ставите на прибрежный песок ваше ведерко, кладете рядом сачок, а когда уже собираетесь прыгнуть в воду, обо всем забыть и просто порезвиться у самого берега, вы вдруг видите ее. Невероятной красоты, необычную рыбку, которая совсем не собирается уплывать, и которую так хочется поймать в эти короткие-короткие каникулы. Однако, когда вы разворачиваетесь в сторону ваших ведерко и сачка, то снова видите детей. Их уже четверо. А девочка опять протягивает вам эти веселые камушки. И усевшись на ведерко, лениво оглядываясь в сторону вашей мечты, которую можно, как кажется, поймать руками, вы начинаете вяло перекидывать в лапах эти так надоевшие вам уже камушки. Белый, черный, красный, зеленый, самый большой из всех. Но дети радостно глядят на вас, и вы решаете, будь что будет. Внимание, внимание! Впервые на африканском континенте дрессированный лев Бонифаций! Такого выступления не было очень давно. Детский смех звенел и грел вас. Вам было светло, хорошо, жарко. А когда наступило время возвращать цветные камешки их хозяйке, вы показали, что в ваших лапах ничего нет. И победоносно вытащили их из-под ведерка, на котором только что сидели. А задаченные и немного удивленные дети снова убежали от вас по своим делам. Да-да, у африканских детей тоже есть дела. И вы уже хотели бы взять сачок и поймать свою заветную рыбешку, но увидели, как эти ребята, утащившие ваше ведерко, пытаются повторить ваш фокус. Вот ведро опускается на землю, несколько взмахов руки. Поднимаем ведерко. Новых камешков там не появилось. И вы начинаете сердиться. Ну как же так? Мои первые каникулы и на тебе. Но дальше происходит что-то, что сложно описать словами. Рассерженный взрослый лев и начинающая девочка-фокусница. Он хочет рассердиться и забрать у них ведерко, чтобы поймать в него рыбку, но она сама отдает его вам. Когда вы подходили к этим малышам, вы видели, как они расстроены. Но сейчас девочка улыбается. Она хочет, чтобы ваш фокус повторился. Ведь было так здорово. Было так весело, что хочется еще и еще раз смотреть на это чудо. И радоваться, и хохотать, и хлопать в ладоши, и улыбаться, и прыгать друг через друга. Но нет! Каждому уважающему себя льву тоже нужен отдых. И вы увидите, как заинтересованная стайка детей семенит за вами. Нет. Нет! Вам хочется искупаться, отдохнуть и поймать... Дети, семенящие сзади, выглядят очень расстроенными. Они очень хотят, чтобы представление продолжалось. И вы наконец-то понимаете, что ничего важнее фокуса, ничего важнее представления, шоу, в этой жизни быть не может. В тот день вам так и не удастся поймать рыбку. Но вы точно знаете, вы точно знаете, что весь этот день вы были абсолютно счастливы. И как только ваш герой проснулся утром, на следующий день, он пошел, ну, конечно же, он пошел на озеро. В его руках снова ведерко и сачок. А мысли, все мысли о прекрасной золотой рыбке. Но... Дети. Дети уже снова ждут своего героя. И хотят, чтобы он показал им множество невероятных фокусов, трюков. И Бонифаций охотно соглашается. Он исполняет гимнастические цирковые номера, и дети снова счастливы. Он изображает силача и малыши, которые никогда не видели цирка, поражены. Он превращается в клоуна, и они хохочут, схватившись за животики. За смехом и улыбками мечта растворяется как-то сама собой. Ведь мечта и вдохновение — это то, что дарит нам праздник, дарит радость. И если забыть о своих мечтах и просто принять участие в том, что происходит сейчас, тоже, уверяю вас, тоже очень часто можно воодушевиться, впечатлиться и радоваться жизни. Мы часто забываем радоваться здесь и сейчас. Мы долго ждем, что завтра непременно будет лучше. Завтра! Или лучше станет тогда, когда мы поймаем наконец-то свою заветную рыбку. И многие из нас часто и с особым цинизмом ловят за хвост синюю птицу, аиста синицу, абсолютно забывая найти наслаждение сегодня. Сегодня, сегодня, сейчас. И с чем мы остаемся потом? С годами погонь, поисков, с десятками селков, которые поставили на нашу вожделенную жертву, с синей птицей, чья цена повышалась каждую минуту и сейчас становится такой дорогой, что охота за ней становится абсолютно невыгодным занятием. А у многих, только не говорите им, пожалуйста, у многих их заветные мечты стоят так дорого, что просто разоряют их обладателей и при реализации все равно оставляют своего мечтателя банкротом. Счастливым ли? Не знаю. И заигравшись, абсолютно забыв о том, что каникулы имеют свойство заканчиваться, наш сегодняшний герой только успевает натянуть свитер, связанный любящей бабушкой, как слышит вдруг гудок парохода, который приплыл за ним, и вернет его на работу в любимый цирк к старым друзьям, гимнасткам, силачам, клоунам и дрессировщикам. И к директору, конечно же. Дети уже знают ваше имя и наперебой кричат вам вслед, а вы, задумавшись о чем-то своем, машете им с пристани и комично падаете в воду, но тут же выныриваете, и радость снова наполняет небольшую гавань. Они никогда не забудут этого момента. Пароход дает прощальный гудок, и вы покидаете своих новых друзей, оставляя бабушку и маленьких ребятишек, с которыми было так интересно, до следующих каникул. Но вот он тот самый момент, когда вы чувствуете, что под вашим свитером уже бьется что-то живое, и вы извлекаете оттуда рыбку, такую же, как та, которую вы так хотели поймать, будучи на каникулах. Однако рыбка эта, прекрасная, долгожданная, уже перестала быть такой желанной и заветной целью. В вашей груди, в вашем сердце поселилось нечто большее, чем мечта об исполнении желаний. Там поселилась радость и обычная львиная мечта – веселить маленьких детей и дарить им как можно больше улыбок, счастья. И с этого дня каждый вечер под куполом цирка на глазах у своих маленьких зрителей вы ощущаете это движение, движение в вашей груди. Так бьется большое, доброе, львиное сердце. Да-да, такова львиная доля – радовать маленьких зрителей, помогать им чувствовать себя счастливыми и, может быть, даже немножко взрослыми. Здесь, сейчас, сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь сегодня будет жарко, Чтобы ворон там не каркал На Олимпы дубе с контрамарки. Сердце скачет в цель маячи, У судьбы куплю удачу, Кровь со льдом возьму себе на сдачу. В бой идут молодые львы, В бой идут молодые львы, Им плевать, что у богини победы нет головы. В бой идут молодые львы, В бой идут молодые львы, Им плевать, что у богини победы нет головы Что за радость быть в резерве успевает только первый Эта фраза мне щекочет нервы А я такой сегодня шустрый, как сказал бы Сара Тустра На вершине без меня так пусто В бой идут молодые львы В бой идут молодые львы Им плевать, что у богини победы нет головы В бой идут молодые львы В бой идут молодые львы Им плевать, что у богини победы нет головы Пусть надо мной заносит время плеть Я так хочу успеть Я так хочу успеть В бой идут молодые львы В бой идут молодые львы Им плевать, что у богини победы нет головы В бой идут молодые львы В бой идут молодые львы В бой идут молодые львы Им плевать, что у богини победы нет головы В бой идут молодые львы 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 Продолжение следует...